Мы открываем театральный концертный сезон, хочется так ответить, потому что этот проект у нас стартовал в семнадцатом году и начало приходилось также на осень. Интерес тогда был, как сказать Сергей Алексеевич помягче, был, но мы его немного заглушили. Но сам я оказался в больнице додолго, и поэтому как-то все это натормозатся сегодня. И мы рады, что сегодня вы нашли время для нашей встречи, для того, чтобы послушать члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, барда, поэта, краеведа и очень интересного человека Сергея Алексеевича Сергеевна. Будем интересно узнавать что-либо новое об истории своей семьи, об истории предков. На мой дивидендантский взгляд, большая история для нас не значит ничего, ни одна война, ни одно сражение, если не одно любое достижение, если это не связано так или иначе с историей твоего рода, историей твоей семьи, а связано с ней буквально все. Заговорим ли мы о античной истории, о Полтавской битве, о войне 12-го года, или тем более уже о Великой Отечественной войне, память о которой, ну, у нас уже, по-моему, на генетическом уровне в народе сохранена. История семьи начинается, прежде всего, с рассказов старших, это несомненно. Но обычно, когда просыпается интерес, это печальный закон жизни, спросить уже некого. Вот это самое горькое, самое-самое-самое обидное. Если бы сейчас были живые, мама с папой, бабушкой, дедушкой, я бы столько вопросов им задал, я бы, я бы, я думаю, вы точно так-то поинтересовали. Вдруг возникают какие-то неясные воспоминания, какие-то тени, ты спрашивал, я вот у дяди спрашивал, а кто такая Петя Душа? Он говорит, это твоя боевая бабушка. Откуда у меня в памяти остался только силуэт, его имя, тетя Душа? И вот такие. А вот у меня все, больше ничего, откуда это? И я разговаривал с дядей, который у меня ненамного старше, он всего-то лишь 48-го года. И он сказал мне фразу, которая меня просто потрясла, что я не видел ни одного своего деда, ни одной своей бабушки. Ну, наверное, это у многих так. У многих так. Вот в то время, когда все, ну, деревня не деревнями, но народ-то снимался с места, конечно же. Были какие-то отговорки, что семьи были раскувачены. Я совершил, я пытался найти следы. Я только вот недавно нашел список тех людей, кого выслали на север в вагонах. И среди них оказался мой прадед со своим 20-летним сыном, и моя бабушка уже жива отдельно, и с двухлетним внуком. Потом я нашел список другого деда, который вот здесь жили, который вот уже раскувачили, но оставили там в Утгинском районе. И все-таки просто на другую землю перевелись. Вот, и это меня, ну, я последние недели, то есть, хожу под впечатлением всего этого, конечно. Если человек начал вести поиск, то этот поиск не заканчивается, ну, поздно я достал все-таки, этот поиск не заканчивается никогда. Потому что жизнь все время преподносит какие-то новые открытия, но у овца и звери бежит. Сейчас, чеколочка. Вот, ну, начну я, при тем, как дальше продолжать, начну я петь, что-нибудь спою в песенке, про то, что, наверное, болит у каждого из нас, кто задумывался об истории своей семьи. Были бабушки красивы, были дедушки мудры, Но весенние разливы годы утекли в пруды. Как ни подставляю ладошку, не задержится и дня, детство окошко и в окошко ускользнуло от меня. Как ни подставляю ладошку, не задержится и дня, детство окошко и в окошко ускользнуло от меня. Но пока еще не страшно, если старше я с тобой Не гадайте по ромашкам на разлуку, Боже мой Ах, разлука, ты наука, расставаний и потери В доме дедушки ни звука, ты дома нет теперь Ах, разлука, ты наука, расставаний и потери А в доме дедушки ни звука, ты дома нет теперь Но в начале наших судьб не оглядывая шли Что-то станет, что-то будет у беспамятной души Позовут родные и вы, отраженные в воде Были бабушки красивы, только где, все это где Позовут родные и вы, отраженные в воде Были бабушки красивы, только где, все это где Вообще, поиск истории своей семьи не начинается и не заканчиваться архивными документами Это, конечно, важнейшая часть Но вот я совершенно не ожидал вот этой песни Позовут родные и вы, отраженные в воде У меня несколько лет назад Уже песня-то была написана, я ее давно пел Привезли в деревню Гавриловка И мы спустились, привезли на берег Симовни И я увидел ивы, вот эти огромные ивы Там 3, 4, 5 мужиков надо, чтобы обхватить Их 100 с лишним лет, не меньше То есть их помнили еще мои дедушка, бабушка, прадеды, наверное Вот это просто, ну и восторг, и какая-то печаль Вообще, все, что касается прошлого Может быть, вы помните фильм «Под рамки» Там Губенко читал стихотворение Геннадия Шпаликова Совершенно потрясающий поэт, киносценарист Достаточно сказать, в фильме «Я сжигаю по Москве», «Ты и я», «Застава Ильича» И эта песенка «А я иду сжигаю по Москве» Тоже на его стихе У него было потрясающее стихотворение По несчастью или к счастью, истина проста Никогда не возвращайся в прежние места Даже если пепелище выглядит вполне Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне Путешествия в обратно, я бы запретил И прошу тебя, как брата, душу не мути А не то рвану последу, кто ж меня вернет И на баринках уеду, 45-й год, в 45-м угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой Вот это какая-то печаль уже все-таки, наверное, лютая Тяжелая печаль Мне гораздо больше нравится у Василия Андреевича Жуковского У него есть правительство стихотворения Воспоминания Я его вообще-то словно не помню О его спутниках, которые там все своим присутствием же вытворили, по-моему, так Не говори с тоской, их нет Но с благодарностью были И когда я думаю о своих предках Вот в первую очередь, конечно, о маме с папой, о бабушке, дедушке Я испытываю какое-то удивительное чувство Да, грусти, ну, светлые грусти И благодарности, конечно, чтобы они были в моей жизни Что я не обделен всем этим Ну, да, всякое было в жизни, наверное Но начинаешь понимать и осознавать вот эту благодарность Конечно, гораздо позже понимать, что сделали для нас все эти дорогие сердцу люди Вот, привет, Сергей Николаевич Приветствую, Сергей Алексеевич Сегодня у нас с вами именины День Сергия Радонеж Да Спасибо Не нам спасибо Вот И, кстати, очень хорошо По поводу архивного поиска Меня так иногда спрашивают Ну, как это же там того, где листать там метрические книги Я говорю, ну, тут есть всякие хитрости Во-первых, ну, вот кто в Серьезе в архиве работал В Лене в архиве Наверняка кто-то из вас в архиве бывает постоянно Я, когда появился в архиве, я никак не мог понять У меня сохнут пальцы, когда перебезаешь эти страны Меня научили Учишься всему Я до сих пор вроде как я уже собаку съел А учусь все равно продолжаю Причем не обязательно там у метра какого-то Потому что каждый ходит своими тропками И вдруг ты оказываешься на тропках Человек только начал заниматься Но ты эту тропку не знаешь С удивлением и удовольствием учишься Ты берешь стиральную резинку Николай тоже в архиве И перелистываешь стиральную резинку Чтобы двухвековую там пыль не собирать И не оставлять следы Вот там масса таких нюансов И по поводу святцев Это ничего, Сергей Николаевич? Да, да, да Как он с вами был? Если я ищу Варвару И я знаю, что Варвара по святцам 1 4 декабря Я не буду листать всю метрическую книгу Оно мне не надо Я открываю за две недели до 4 декабря Середина ноября И просматриваю две недели, ну три максимум Нахожу нужную Варвару, ну или не нахожу А остальное я не смотрю Ну конечно бывают там имена, которые Ну 12, да, к примеру К примеру Вот когда там один-два раза Это хорошо Какой-нибудь там, я не знаю Киприан Ксенофон какой-нибудь Сосипатр какой-нибудь Вот, кстати, по поводу имен Это тоже всегда Люди, которые в архив ходят Они не дадут соврать Ну За полгода ты уже привыкаешь К каким-нибудь там Макеем Сосипатром Там, Киприаном Ну Вы же прекрасно понимаете, что там Имена пишутся по-церковно-словянски То есть я не Сергей, а Сергей Алексей, Алексей Семен, Симеон Прасковья, Параскева Матрена, Матрона Вот А, например, Светлана Она вообще фатинья Вот масса Масса таких интересных находок Бывает Первое время Но и то вот Проходят годы Я однажды работал Меня попросили выяснить По фамилии Маринин Кое-что Убеждали, что это Не церковного имени Не крещённое Как чеки Имя языческое Марин Чувашское имя такое Я как-то Самая Юрий Эту историю Вы знаете, да? Вот Я в Чебоксарах Когда Сталось Во-первых Я поразился Потому что Оказывается Марин Это мужское имя Христианское Вот То есть парня Как Александра Александра Федор Федосия Фёдор Федора Марин Марина Виктор Виктор Я совершенно Не предполагал Что это Имя Марин Существует А этот Марин Оказался ещё и Марин В девятой ревизии А Марин Это Марин Мужское имя То есть Я не думаю Что все знали Что Марин И Марин Парное имя Мужское Женское Марин А мужское Марин То есть Вот такие Вот открытия Которые Вдруг Они постоянно Они на каждом Шагу Это безумно Просто-напросто Интересно Мне Хочется ещё Сказать Что Вот эти Когда ты Начинаешь Заниматься Надо Как можно Больше Светиться Светиться Есть масса Сайтов Есть генеалогические Сайты Как всероссийские Так и уральские Тот же самый Сайт Уральской Генеалогии Есть знаменитая Родная Вятка Это совершенно Потрясающий Ресурс На который Я хотя бы разу День То и не по разу Закажу Где там По наристу Наших деревень Фамилии Список Старости Уральская Правда В 1891 В 1891 Года И от этого Надо Присать Только Но дело В том Что там Ещё В сети Очень много Стало Документов Вот Их Вот Не выходя Из дома Можно Поиметь Всё Что Ну По генеологии Всё Не всё Но Очень Ну Просто Очень Многое Я Разоряюсь На диске У меня 4 терабайта Вот один диск Он уже Под завязку Забил А поскольку Вот двух экземпляров Приходится Ну Вот флешка Сегодня Кряхлала Всё Что я вам должен Был сегодня Говорить Всё Это Там Где-то Улетучилось А Боишься Вот так Что кряхнет У тебя Однажды И поэтому Приходится Их диски 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 Драгеста Пока Но Жаба Душит Вот это Хочется Иметь Всё Мне жена Говорит Ну вот Зачем тебе Это Ты Может быть Ты 90% Этого Никогда Не используешь Ну да Конечно Я не использую Я согласен Но Вот Всё Что Сколько раз Я убеждался Сегодня Ты это Не взял Завтра Этого Нет А тебе Это Как раз Понадобилось И поэтому Ну запас 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 И не знаешь Где Когда Про что Ты будешь Писать А иногда Было так Что материалов Не собрать Мне Всё время Приходилось Работать Над Книгой Старая Грахова И А материалов Нет Почти И Наверное Процентов 70 Я взял Из метрических Книг Я завёл Хронику И по годам Выписывал Всё что на себя Обращало Более или менее Кто родился Когда родился Кто был восприемник Или поручитель Ну восприемник Это как крестный Отец Крестная мать Да Я напоминаю Это не знаю А поручитель Это как свидетель Получается А кто Когда умер В каком возрасте Всё что Хотя бы Обращало Внимание По какой Причине Умер И вдруг Вот эта хроника Серёжа Ты её видел Да Эта хроника Она вдруг Стала Ну каким-то Каким-то мясом Для какого-то Каркаса Книги То есть Там конкретные Примеры Что вот здесь Язычников Черемис Допустим Из Черемисского Возжая Здесь Семский начальник А здесь Вот брак Растор Причём Такой Мезальянс Очень интересный Судя по Примечаниям Священнослужителей И Сюрпризы Постоянно Преподносит Вот этот Поиск Однажды Мне написала На родной Вятке Девочка Из Петербурга Варвара Мамаева Сейчас не помню Как её зовут Она ещё По истории Своих предков И у неё Одна из линий Основных Пашкова А у меня Пашкова Тоже Она увидела Что я ещё Пашкова Это у меня Отцовская линия Жилина И Пашкова Пашкова Бабушка Девочей фамилии Вот тот Дед Прадед Который Я стал смотреть Откуда родом Значит Дмитриевский Икшевубодинский район Ну тогда уже Явно Где-то Почему Потому что Время Земской реформы С второй Пашкова Время А рядом Сказал Паша Мамая Вообще Один 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 Однажды Калабин Очень известный Раздаётся Телефонный звонок Где-то Через полгода Сергей Сергей Это я Ген Акалабин Дядя Геша Дядя Геша У меня оказалось Старше Четыре Постарше Вот Мы так Периодически Общаемся Званиваемся Он иногда У меня Бывает Я иногда У него Бывает И он Мне рассказывал Эту историю Самое яркое Воспоминание Детства Мне Год Четыре Пять Я до Подоконника Там Веря Дотягиваюсь Я вижу Твоя мама Идёт По нашему Двору Её сестра Вошла замуж В этот дом Твоя мама Молодая Красивая В нарядном Новом платье Это Самое яркое Воспоминание Детства Стоял Я Курил На этом Крыльце Спустя 60 лет От этого Всего Представлял Как моя мама Идёт По двору А ничто Никуда Не уходит Где-то Там Наверху Это всё Сохранилось Я Спою Песенку Назывался На родительской Субботу Где-то Скоро Покров Это Посвящено Моей тёте Наташа Ну как-то У меня Вот Что два Дяди Которые были У меня Чуть постарше Что тётя Которая Чуть постарше Затерялась Еле Исходя Исходясь У родственных Могил На своё Беспамятство Мир Общен Выясняем Кто Кому Кем Был В день Поминовения Усопших Выясняем Кто Кому Кем Был В день Поминовения Усопших Сидя У семейного Огня Думаю Кто Завтра Обогреет Затерялась Талиняя Родня Веткою На родословном Древе Затерялась Талиняя Родня Веткою На родословном Древе Кровь Родная Всё же Не кисель Слышу Голос В праздники И будни Мы с тобой Вратстве С Россией Всей Было так И дальше Так же Будет Мы с тобой Вратстве С Россией Всей Было так И дальше Так же Будет Затерялась Талиняя Родня Спасибо Спасибо Вот Прошим Вообще Прошим Надо Прошим Жить Нельзя И Прошим Жить Нельзя И Прошим Жить Нельзя Это Знаете Самое Наверное Важное Позаботиться О технике Безопасности Потому что Когда ты Листаешь Эти огромные Электрические Книги Ты невольно Примеряешь На себя Чью-то Судьбу Особенно Если Это Судьба Твоих Предков Замечаешь Какие-то Особенности Скажем В Ростве У меня Все Иваны У них Как-то Судьба Не Складывалась Абсолютно Будь Это Начало 19 Века Сердина 20 Века Через Поколение Какие-то Сюжеты Схожие Совершенно Жизненные Складываются А Вообще Когда Ты Одно Дело Ты Смотришь Метрические Книги Огромный Пласт Порождение Крещение Или Венчание Поменьше Ну Это Как На Чужом Празднике Вроде Как А Когда Ты Листаешь Книги Мертвых Разделы Усопших Их Тысячи 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 И Ты Вынужден Смотреть Только Раздел Потому Что Ищешь Дата Смерти Человека Ты Из Года В А Еще Прошлое Боязно Иногда Заглядывать Потому Что Ты Не Знаешь Что Там Найдешь Предки Тоже Разные И Народ Наш Богоносенный Свят Никогда Особо Не Был Достаточно Полистать Дела Уездного Суда Там О святатарствах О пограблениях О безнасиловании О воровстве Или Переводи По Вятскому Бувернскому Речи Уездные Газеты Там Макаму Тоже Самую Или Прикамскую Правду Прикамская Жизнь Вот Это Все В Сарапольском Музее Например Есть Вот И Там Может Вырисеть Что То Такое Что Ты Может И Не Хотел Бы Знать Свою А Знать Надо А Почему Надо Знать Есть Такой Удивительный Человек Ее Зовут Лиана Ивановна Димитрушкина Лиана Луна Когда Она Была Сурина Редактором Газеты Центр Где Она Много Чем Заниматься Интересным В Том Числе У Нее Есть Отладка Родовой Программы Несколько Книг Одна Таки Называется Отладка Родовой Программы В Фейсбуке Можно Найти Этого Человека Задать Вопрос Или Что-то Еще Я Я Поленился Я Купил Эту Книгу Налитресте В Принципе Там Много С Кожего С Того Чем Занимаюсь Я Только Я Не Берусь Отваживая Все Таки Вот Эти Программы Этот Человек Наверное Сам Должен Решать В 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 Как Совместить Иногда Несовместимые Вещи У меня Например Я говорил Два Деда Раскулаченных Дед Моего Нужен Был с бабушкой Сняться С места Был показаться Ижевским А Например Ижевский Мой дед Он революционный Матрос Он сражался В Волгской Камской Флотилии У Раскольникова Когда Его Призвали Будучи матросом Первого Годком Он Участвовал В Октябрьских Событиях 1917 Года В Петрограде То есть Там В истории Одного Человека Все Намешано Я бы Меньше Всего Хотел Делить На Красных На Белых На Палачей На Жертв Кто С какой Стороны Прав Кто Не Прав Люди Жили В своем Времени Люди Жили Своими Мыслями Идеями Идеалами Наконец Хотениями Какими Для Своих Детей И Мне кажется Принимать Надо Всех Принимать Надо Всех Течет Я Сидел Однажды В Сараполе Я писал Книгу О Гражданской Войне И приехал Человек Из Австралии Врач Он Родился В Хармине Сам Папа Его Был Сарапольским Купцом Дедушка Часть Фотографии Которые Я знаю Я знаю Что это Друзья Знакомые Моих Мамы И папы Кто Это Я могу Еще Определить Если Это Хотя Какое Время По Какому Антуражу Но И только Максимум Вот Фотографии Много Даю Старые Письма Вообще Самое Сложное В советском Времени То Что Действует Закон О Защите Личной Информации Если Вы Захотите Даже Своих Предках Что-то Найти Вам Надо Идти В архив ЗАГС И доказывать Что Это Ваши Предки Я Помню Я взял Личное Дело Своего Деда Который Революционный Матрос Он Потом Создал Чекель Где-то Год Полтора Потом Ушел В милицию И Милицейское Дело Моего Деда Я Пришел В архив Подготовившись Живые Они Знают Как Обыкновенного Сергей У Вас Документы Есть Подтверждаю Конечно Есть По карману Похлопал Так Могер А Вообще Я Брал Своё Свидетельство О рождении Что Моей мамы Что Она Меняла Фамилию И Свидетельство О рождении Моей мамы Что Там Дед Писан Как Отец Вот Такая Хитрая Загогубина Но Есть Один Такой Финт Ушами Который Очень Помогает Есть Такая Штука Под Названием Похозяйственные Книги Вот Скажем Мне Сарканский Район Мне Приходилось Брать Еще И Довоенные Похозяйственные Книги По-разному В основном 50-60-е Годы Это Безумно Интересно Сейчас У меня Заказаны По Моркинскому Району 52-й Год Самая Ранняя А вот По Крымской Слутке Я В Цыгане Нашел Обнаружил Что Они В самом Кизнере При Администрации Любого Района Есть Архивный Отдел Вот Там Они Там Хранятся То есть Кизнер Ехать Чтобы По Крымской Слутке Что Там Интересно Во-первых Ваши Предки Которые Там Жили В таком Насибирном Путе Если Сохранились Конечно Похозяйственной Книги Я Говорю Они Могут Быть И Здесь У нас В районе Могут Быть В другом Городе Кто Кому Кем Приходится Перемены Обычно На 3 Года Эта Книга Кто Где Работа Там Призм В РКК В 41 Году Или Вернулся Там Расписаны Все Грядки Помните Прихращали На Лобжи За Все За Любую Яблоку За Любой Кустик Смородины Крыжовника Надо Было Платить За Любого Куренка Там Учтено Корова Там Телка Два Поросенка Пять Гусей Там Пять Вишен Допустим Две Грядки С Кул Мигой То Есть Все Абсолютно Учтено Ну И Подписи Очень Или Человек Которого Ты Ищешь Вот Там Есть Даты Наконец То есть Старшее Поколение Которое Еще Было Живо Ну Пример В Этого Просуществовали Севдинские И Дебески Где-то Года Два Они Просуществовали Город Дебес И Город Севдты Там Газеты Открывают Город Дебес Прошла Первомайская Демонстрация Вот Так Это Приятно Очень Прочитать А Потом Расформировали Эти Уезды И Соответственно Перестали Быть Геродами Снова Стали Севывать Населезные Пункты Так Вот Там Есть Мне часто Приходится Фонд Можгинской Милиции Помогла 266 Там Есть Списки Как раз По каждому Религиозному Обществу Там Списки То есть Это состав Семьи Опять же В основном Старшая Конечно С указанием Возраста И там Можно уже Примерно Понять Когда человек Родился Конечно Можно Перепись 1926 Года Но Она Такая Несуразная Объемная Рассеянная И С ней Очень трудно Просто работать Вот А если Вы выскочили На дореволюционный Период То дальше Уже проще Исметрические Книги И Я вот Заговорил О сети Перемены Совершенно Потрясающие В сети Сейчас Можно Поиметь Если Не все То Почти Все Я расскажу Эту историю Про мормонов В 90-е годы У нас Работали В некоторых Кархивах Мормоны Есть такое Генеалогическое Общество Солдлейк Сити Они делали Главное дело Они Принансировали Фотографирование Генеалогических Документов Это Медельческие Книги Ребенские Рассказки Исповедная Росписи Исповедная Росписи Духовная Росписи Это В принципе Состав Семьи С указанием Возраста И Был человек На исповеди Или нет Как давно Иногда Там Списки Раскольников Выполняются Допустим Или там Язычников Или еще Чего-то Индивидуальной Местности Какой-то И Мормоны Оплачивали Работу В 90-е Голодные Годы Сотрудники Архива Фотографировали Одна Пленка Оставалась В архиве Как запасной Вариант Второй Выходил Мормоном Все бы Ничего Все бы Ладно Я приезжал В Казань Ты тоже Сережа Работала Нет Ты тоже Работала С этим Агрегатом Это Как смену На бульдозере Засовываешь Пленку Тысячи кадров Здесь Стоит Такой Папский Это Как смену А тебе В спину В затылок Дышит Очередь Которые Туда Приехали Из других Городов Им Тоже Надо Тебе на руки Не дают Уже Эти Медвижские Книги А там Тебе Надо Найти Во-первых Я вот Это Грахова Искал А там Какой Куракова Челны Еще Что-нибудь Какие А мне Грахова Надо И вот Мотаешь Нашел Один Следующую Пленку Ужас Все бы Ничего Но Любителей Генеалогического Поиска Стало Очень Много Архивы Стали Задирать Цены Я Например Помню Приехал В Казань Мне нужна Был Абибирская Сказка 1816 Года По деревнях Выставке Это Возле Илабуги Ну Я Семь кадров Потянул Потому Что Один Лист В архивных Документах Нет Страниц Есть Только Листы Лист Первый Первый Оборотный Лист Второй Второй Оборотный Третий Третий Оборотный Вот Один Лист Чтобы Снять Своим Фотоаппаратом Ты Платишь 190 Рублей Это Два Года Руза Был В Казани Разворот 380 Ё-моё А то Вдруг Мормоны Отличились Они Выложили В сеть В Открытый Доступ Заходи Кто Хоч Бери Кто Хоч Казан Наш Это Ладно У нас Хороший Архив У нас Все Таки Во-первых Члены Общества Историков Архивистов Разрешают Фотографируют Бесплатно Вот И Вообще У нас У нас Идеальная Просто Я читаю Во многом Хотя Последнее Время Тоже Вот Компьютеров Не хватает Ну Да А в Перми Например Вот 191 В Перми В то Время Было 100 Рублей Один Своим Фотоаппаратом Киров По-божешки Покажется Прилично Терпимо И Вполне Цены Были Вот И Вдруг Мормоны Выкладывают И Мери Не Хочу Казанские Архивы Медельские Книги Заходи Регистрируйся Я так и не понял Зачем им это Надо По одной Из баях Мормоны Всех Мертвых Там Скопом Свою церковь Причисляют Я не знаю Я думаю Что это Байка Просто Правда Правда Да Вот Год Это Просуществовало Я Ночень Не спал Я копировал Покадрово Я вот Тогда Граховскую Церковь И Что там Несколько Церквей Все Что Можно Из Казанского Архива Сдернул Все Потому Что Если Тут У меня Рядом Я В Ну Ну То Первое Время Я Еще Брал Обходными Путями Потом Нет И Все Оказалось Что Если Ты Из России То Тебе Вообще Не Дают Последний Раз Я Зарегистрировался Что Я Из Украины Тогда Только Следующий Раз В Польше Что Ну Надо Что Реально Что Поближе Аргумент Почему Я Пользуюсь Этой Территорией Вот А На Украине Как они Говорят Ничего На Украине Все Так Есть Наши Выходцы Они Интересуются Вот Такая Вот Хитрость Но Нашлись Добрые Люди Которые Целыми Которые Программами Скачивают И Это Все Выкладывают Еще А Если Вы Пошукаете Это В Интернете Много Интересного Найдете Вот Для Этого Я Признаюсь Честно Вот Так С Улицы Это Все Реально Разобраться Потому Что Надо Годы Потратить Чтобы Сориентироваться Где Что Как Почему Какой То Минимальный Хотя Ну Года Не Года На Полгода Хотя Б Представлять Себе Что Такой Архивный Поиск Ну Есть Возможность Добыть Все Есть Есть Ну Или Почти Все Очень Много Но Понимаете Вот Обычно Все сводится К чему Составлению Родословного Древа Или Там По Коленной Росписи Мне Вот Это В меньшей Степени Интересно Потому Что Для Меня Это Опять Такой Скелет На Который Надо Наживлять Мясо Я Когда Разбирался Со своей Деревней Говорил Своими Предками Я Прошерстил 212 Заводской Фонд Они же Сначала Они Непременно Работники Потом Рочные Работники То Мои Предки Возили Там Сусь-Речкинские Пристани Грузы Какие-то Навуткинский Завод Я Нашел Сколько Им Платили В 409 Фонде Я Нашел Что Когда Строили Благовещенский Собор Что Мои Предки По 2 Рубля На Большой Колок Усбрасывались Что Они Возили Там Не Цемент А Это Ну Раствор Для Известь 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 Там Что Еще Во Время Строительства Собора Знаете Это Безумно Интересно Просто Напросто Когда Ты Видишь Я Проезжаю Мимо Собора Теперь Я Думаю Вот Мои Предки Как Это Безумно Просто Интересно Вот Опять Женщины Искали В Архиве Я Им Просил Позвонить Но Они Не Позвонили Они Искали Деревню Оказы Их Шербоневский Район Туда В Торун Тор Азиатсов Они Не Могли Найти В Переписи 1897 Года Нам Повезло У нас Есть Перепись И Мало Где Найдешь По Квазовскому И Сараповскому Уэстам Перепись 1897 Года Подробнейшие Смедения Населенных Каждой Семьи Я Принес Живую Можно Потом Посмотреть Мы Договорились Сережа Принесет Тем более Что Он Еще В Крюмике Кое Что Я Уже Нетерпение Вот Надо Знать Просто Еще Двойные Тройные Названия Существуют И Вот Это Огазеты Сейчас Огазы А Тогда Она Какая-то И Чьи Я Не Помню Другое Второе Название Вообще Старое Название Смотришь Когда Материалы Например Статистики Приложения Подводной Описи Это То Что Вятки Издавали Там По Сараповскому Иваповскому Уездам Точно Есть Кратенькая История Насекомых Пунктов И Там Старая Деревня Ну Вот Например Мы С Татьяной Васильевной Про Камяк Говорили У нее Второе Название Например По Речке Ашмес А Гавриловка Например Восемнадцатом Веке Моя Называлась Починяк Выходной Что На севере Словлет Гавриловка Туржи Вот Или Грахова Например Я Межевой Книги В Казанском Архиве Встретил Починяк По ключу Меликеси Грахов Тож Вот Эта Медвижская Книга Где-то 14 Или 15 Годов Некоторые Названия Исчезли Они канули В лету Ну Например Ну Сами Понимаете Например В Уткинской Отрудии Существовала Деревня Засегина Я Не знаю Как Назвать Жители Эта Деревня Вся Крестная Крестьяня Хотя Подозреваю Конечно Вот Естественно Что Ее В 19 Век Ещё Переименовали Я Разбирался Деревней Пенязь Бабушки Там Возле Мостового Мостовинская Волос Сарапольского Уверга Между Сараповом И Карахмина Бабушка Там Крестили В 913 Я Смотрю Там Из поведки Себе Духовной Росписи Вот Состав Семьи Там 25 Год Пенясь Сорокина Ну Второе Название Мне Бабушка Ещё Говорила И Вдруг Пропадает Да Как Она Пропала Да Не Может Быть Вот Буквально Стал Сличать Уже По Именам Молчества И Вдруг Я Вижу Она Называется Малая Осотовка Просто Рядом Осотовка И Многие Из Осотовки Приехали И Вот Какое-то Время Лет 20 Называлась Малая Осотовка А Предок Мой В 1813 Год Его Брек Забрали И Так Прапрапрапрапрапрапабабка Так Она Все Десятилетия И Писалась Солдаткой Вот Ну Заговорил Я Давайте Что-нибудь Споем Что-ли Я бы Хотел Чтобы Вот Если Человек Занялся Поиском Чтобы Он Не Только Архивные Документы Поднимал Вот Безумное Просто Количество Информации Я Беру Вот Здесь Вот В этом Зале Вот Там Газеты Удмуртская Правда Ижевская Правда До 37 Года До Февраля 37 Это Совершенно Удивительно Там Массу Массу Интересного Или Есть У нас Сейчас В моде Очень востребованы Даже Не в моде Электронные Библиотеки У нас Есть Национальная Электронная Библиотека Удмуртской Республики Там Есть Журналы Земства Журналы Глазовского Земства Журналы Сарапольского Земства Там И налоги Там И прочее Мельницу Там Лавку Малярку Малярку Которая Масса Масса Библиотеки По Земским Библиотеки 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 Строится Москвой Брак Теперь Библиотеки Всем Библиотеки Европе Назв desse preach autonomous Я хочу спеть песню, которая называется «Старые газеты». Там, если повезет, вы можете встретить своих. Даже я, например, нашел фотографию своей улицы Полевой, на которой я вырос. Вспоминай, каким был город 30 лет назад, Сорок, пятьдесят и более широкий. А отшумели наши споры, выцвели глаза, А ну а там живых насколька же. А там пока еще не в пронзе любят и живут Где, кто нынче, только в книжках. Там трещат зимой моргозы, а весной бегут Водоле ручьев всегда мальчишки На детских тех корабликах Вижу силуэты На молодильных яблоках Очки, язык, газетные Деревянных тротуаров Ты услышишь скрип Где-то, а у сирень Увидишь Надышаться бы навсегда Цветом старых лип Город детства мой Город китешь Сообщение о разводе Или некроволок А ведь тоже жили Были И как водится Увидишь Больше между строк А потому как Время В силе А прорастет ли Семечко Знаем Мы Наверно А поменялось Времечко Стало Очень нервным Вспоминай Каким был город Даже до тебя Все Бывое Тоже Наше Что с того Что незнакомый Он Твоя судьба Жаль Что мы не знали Раньше А ты Листаешь Старые Газеты День за днем Что-то в них Еще А ты Ищешь А как Все изменилось А вот тут Уже наш дом И опять Бегут Мальчишки Детских Тех Корабликов Вижу Силуэты Молодильных Яблоков Чти Язык Газетный А вообще Ну Какое-то Мне все интересно Понимаете Я сейчас возвращаюсь Я смотрю старую рекламу Я смотрю Какие фильмы шли В тот или иной период В кинотеатрах Или например Я читаю письмо Вертинского Александра Николаевича Вертинского Из Лежевска 13 апреля 52-го года Он пишет жене Время достровления здесь Он описывает Как он ходил в цирк Он описывает Как он смотрел Какой-то фильм Я смотрю Где этот фильм шел Выяснил Что он только в ДКТ Держинского в эти дни шел Вообще Истории бывают Совершенно потрясающие Когда Занимаешься Даже какой-то другой темой Все равно В генеалогию сносит Вот например Я делал книгу Года два назад Она выходила Нет В 18-м году История полиции Вот Безумно интересно Древолюционный период И советский период я делал Модерационный полностью Это сам я делал Советский половина Половина Это уже музей МВД помогал Я там больше уже Наполовину как литературный обработчик только был И мне рассказал Полковник Качкарев Интересную историю Я спою ее Я Если у меня получится Песня У нее длинное Такое название Какой же Называю ее Киринский дом А вообще Жалостливая история Рассказанная Вором Кароманником Куличенком Молодому оперу Качкареву В 60-е годы Вот Киринский дом Это вот Возле кинотеатра Другого вы знаете Да Дом Другого Кирина Там и первое собрание Комсомольские были И там Кинотеатр фурор находился Рядом И он На месте Киринский дом История Абсолютно Реальная Как он идет Накануне войны В 40-й год С дамой Которая Совершенно не знала Что он Вор Кароманник И в тот Друг выходит Начальник Уголовного розыска Покуритное крыльцо И видит его Чем Но на самом-то деле Это ведь не про Вор А Кароманника Это про нас Про улицу Возле Киринского дома Что я становлюсь знакомой И кончался год сороковой Я в пальто и белых бурках Чтоб не думали, что урка Вот и женщина моя И позже ж мой Но угрозы сконачальник Высел покурить случайно На высокой казенное крыльцо Он пошел уже обратно Да напротив наркомата Вдруг узрел знакомое лицо Киринский дом Он помнит Он помнит Многие Многие Прежних жильцов Киринский дом Заслони И в салю В салю В адебаты Киносянцы шли Фурором Каждый день Киринский дом Киринский дом Киринский дом Он помнит Киринский дом Киринский дом Киринский дом У меня была особая улица У нее выходили Как говорила моя мама В молодости Выходили шлифовать Советскую То есть это пройти себя Даже в годы моей юности Куда на Советскую И встречи И разлуки Все тут происходило. Обращайте внимание на попутные находки, на адреса, на людей каких-то, потому что это, прежде всего, судьбы, которые проживались в то же время, в этом же городе. Иногда совсем по соседству, потому что, вот есть такой поэт большой, Маргарита Георгиевна Зимина, она живет в Камбарке, хотя родом она Граховская, ну не родом она родилась в Москве, но детство и юность Граховья пролила и себя считает Граховской. Вот. Она недавно напечатала такой очерк в сельской новой Граховской газете про тетю Полю. Ее детские воспоминания в аптеке с мамой работала тетя Поля, у которой не было ни своего угла, ничего, ну дезоросковая как раз. Вот. И целую очередь про эту тетю Полю. Что-то там она выяснила, постарались ей информацию. Да. И я вот до сих пор вспоминаю этих людей из детства. Мне безумно интересно, а кем они были, а как складывалась их жизнь, как потом сложилось уже, когда меня там в этой улице не было. Точно так же в прошлом я хочу спеть песню, которая называлась «Чиновник Глебов». Ну, чиновник – это сейчас слово такое, которое значит, ну, там, чего-то. А чиновник, на самом деле, это мелкая сушка всегда была. Сыновник – это я понятное дело. А чиновник – это, да, там, 14-й, 13-й, 12-й классы. Какой-нибудь писаренок или ведущий дела какие-то, тоже, говоря, что от прошлого ничего не осталось. Осталось, осталось это небо, осталось это земля, осталось этот город, или там другой город, или деревня осталась какая-то, река осталась. Чиновник Глебов Вот только жизнь его прошла в Прикамском крае. Почти без денег, почти бесславно, чиновник Глебов улыбается нечасто. Семья да служба, и дом лишь нанят, но здесь на пристани чиновник просто счастлив, как будто вправду билет в кармане. А пароходы вверх и вниз идут, как годы, ловите взгляды, цветы бросайте. Запоминайте, запоминайте, запоминайте прошлогодние моды, приметы, будто цветы бросайте. А через месяц-два вдруг лебеда став на камень, и ни народа, ни парохода до навигации. Чиновник не дотянет, он сгорит в чахотке, он за полгода, примет от прошлого, все меньше остается. Все та же камень и то же небо, так почему же мое сердце чаще бьется? Там, где был счастлив чиновник Глебов, там, где был счастлив чиновник Глебов. Там, где был счастлив чиновник Глебов, там, где был счастлив. Понимаете, когда ведешь поиск, нужно обязательно, чтобы перед глазами было или как база какая-то определенная, или просто, чтобы просто нарисованная на руке схема. Почему? Вот я принес три штуки, они все три разные. Я первое покажу, это чисто я сделал в 2015 году, то есть после этого я ездил еще дважды в город. Наоборот, вот это вот так. Дважды ездил в город Керов в 2016 году и в 2019 году, и ездил в Казань. Так вот, что хочу сказать, вот это именно восходящее древо, то есть когда идет, причем это не древо, это схема. То есть тут идут внизу потомки, а вверху идут. То есть это составлено, на самом деле, не совсем правил, надо революции так не составляли, но эта схема мне так удобна. Так вот, получается, я первый раз сюда пришел, вот именно в это здание, там, где мы сейчас сидим. Тут был архивный зал. Здесь был именно читальный зал, как бы цикла. Вот люди так же сидели, как вы сейчас, по два человека за партой, было душно еще хуже, чем сейчас. Вот, в 2000 году, в 2001 я примерно накидал по всем вот ветвям, что можно было по метрикам найти. В 2009, в 2008 году я понял, что надо ехать в Казань, в Киров, но про это другая речь. Просто уже составляешь, допустим, ну вот, как правильно сказал, по свидетельству о рождении, а потом в досоветское время, дореволюционное, по метрическим книгам, по обракосочетанию, женские фамилии, и дальше идешь всех. Почему это удобнее? Потому что ты открываешь метрическую книгу по приходу и видишь, что там соседние деревни, а и те, и другие уже тоже твои предки, по женской, по мужской линии. И ищешь сразу всех, а не только отцовскую линию одного дедушки или одной бабушки, а сразу всех, четыре прадедушки, четыре прабабушки. То есть, это 2015 год, и на тот момент мне была известна только самая длинная линия 1694 год, Яков Иванович, в селе Клесниково, по второй ревизии, все, больше ничего там не знал. А вот это именно восходящее древо, то есть, когда идет от потомков, от меня внизу, предкам. То есть, где указаны только все предки. Семь, это все на фоне карты. Да, это все карты 1910 года. Я благодарен за наводку на эту карту Сергею Алексеевичу Жилину. Вот, так что... А, кстати, вот, между прочим, да, между... Нет, это еще до отвода всяких мормонов было. Вот, это было в 13-м году, вот, когда мы с Сергеем Алексеевичем познакомились, вот, поближе уже, я раньше просто про него знал. А я еще благодарен тем, что вот он ведь копает вот сразу, вот, как старая графа была написана, из разных источников. И он нашел сведения о том, что мой прадед Григорий Андреевич скончался, ну, точнее, он лечился в больнице, у него была пневмония, а потом он от нее скончался, а метрики записали, что чахотка. То есть, не туберкулез это был, это была обыкновенная пневмония, да. А написано, скончался от чахотки. Там всех подряд так пишут, кто закашлял. На самом-то деле это пневмоний, бронхит, священник не знает, что там было, и пишет от чахотки. А вот это совсем другое, и уже по правилам, на фоне дерева. И уже это я сделал буквально недавно, в прошлом году вот такое, да. То есть, здесь уже дата по переписи 1678 года, 1641 год, по маломышскому языку документы сохранились, если у вас из Сарапольского дворцового власти, там тоже сохранились. Конечно, когда я пришел, у нас есть такой союз дизайнеров, вот он художника, это говорит, вырви глаз. Так делать в сочетании красного, желтого, темно-бордого, зеленого нельзя, вот, да. Ну и что, ну вот я вот сделал на фоне дерева, вот так вот. Тут, получается, начиная с этого поколения, порядка 16 поколений, потому что тут еще есть одно поколение, я уже не стал дорисовывать. Ну вот я вот здесь нахожусь. Здесь, получается, это вот именно как надо в корнях предки, а не как вот в предыдущей, да, снизу предки, да, и тут идут, можно веточки ему было нарисовать, но это просто схема на фоне дерева. Это вот уже нисходящее древо, получается, да, но оно правильно нарисовано, то есть оно идет вверх, но оно нисходящее, потому что от предка идут потомки, 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 потомки. И самое интересное, что у меня оказалось, что здесь есть кроме родственного брака, но и бабушка, и девушка проходили с друг другу с семью-юрным братом и сестрой. Это нормальная ситуация в близлежащих деревнях, что они семью-юрный брат и сестрой, я узнал уже потом, но когда бабушка была жива, я ей говорила, вы же, наверное, родственники 10-юрные, да, может быть, и так, кто же, говорит, знает. Но в церкви не венчали только до четырех-юрных, то есть тро-юрных и тро-юрных племянников, и племянниц, дядей не венчали, четырех-юрных можно было уже венчать. И составляли специальный обрачный обыск, и дружный обыск, и дружный обыск, и говорю, что такого-то числа, венчание, если кто-то имеет, что-то знает такое, что вот не надо им венчаться. А вот это очень удобно, знаете, когда вот ты видишь, вот не вот по этой схеме, которую мы показывали, все предки, да, вот здесь у нас у всех два дедушки, два, две бабушки, и вот каждый дедушка, да, он обозначен цветом, каждая бабушка, да, по какой линии еще остались пустые места, где еще можно что-то найти, и вот это удобно на самом деле, да, вот это называется круговая диаграмма. То есть ее можно больше сделать, вот эти три вида, они основные считаются. Естественно, я здесь не принес огромные, большие, вот хотел принести, вот как подарил своему дяде, он жив, здоров, ему 81 год, папин брат, вот, я подарил там уже восходящее, нисходящее древо. То есть там все его предки и потомки нашего прапрадеда Шихова, вот, Ивана Григорьевича, нет, Григорий Андреевич прапрадед, а Иван Григорьевич прадед, то есть там уже их потомки все от Шихова. А если кроме паспорта никаких документов нет, сейчас свидетельство о рождении, то уже не у всех есть. А значит надо заказывать комитет по делам ЗАГС, вот здесь он у нас находится рядом с русским драмтеатром, между, получается, но вот бывшие здания правительства в подвале они сидят. И вы заказываете свидетельство о рождении, но опять-таки правильно сказал, это еще что, когда вы там про своего деда-то, да, а я заказывал документы о своем прапрадеде, так мне пришлось полностью всю цепочку документов приносить, представляете, а это с бабушкиной стороны и вот ее дед. То есть получается свидетельство о рождении, свидетельство о бракосочетании мамы, вот, ее свидетельство о рождении мамина, свидетельство о рождении бабушки, вот, и потом уже вот мне за 1932 год дали справку ЗАГС, иначе не давали. А потому что есть закон о защите персональных данных, вот, и за последние 100 лет вы не получите данные за советский период, если не докажете свое родство именно. В ЗАГСе, мне там 100 лет, а раньше был 75, то есть вы не получите данные о смерти, о рождении, то есть вы закажете документ, но вам его не выдадут на руки, говорят, докажите, что это ваш отец, дедушка, то есть вот так вот. Вот, то есть, и пока... Я не стал приносить копии метрик, потому что они есть у нас, ЦГА, я принес то, что не оцифровано мормонами, то, что нельзя ниоткуда взять из документа из Кировского архива. Вот перечневые сведения лошадям, принадлежащим членам сельского общества и всем лицам, проживающим на землях общества. Правда, в Староечинской области тут у меня... Вот, 574, да. Да, это ОПИС-1, а в ОПИС-9 находится, кстати, часть документов по Элабургскому юзду, которые никто не знал, что они там есть. Да, вот это было открытие. Да, это было открытие. Да, это было открытие. В Казани только. Да, и знаете, они ведь в 2005 году написали, у них ничего нету. Я спрашивал, что это самое. Сергей Александрович Шишкин, будучи заведующим, говорил, нету ничего у нас, нету. А тут, говорит, да, ОПИС-9 есть. Вот. Сразу раз уж есть, покажу, вот, да. Вот это у меня копия, прошитая, 1850 год, девятая ревизская сказка. Вот как она есть. Единственное, что она здесь с двух сторон нужно смотреть. То есть, вот с этой стороны, то есть, получается, они ее в книжечку прошили, а так-то она большего размера идет. А потом подойдете, посмотрите, по рядам пускать не буду. Вот это уже совсем другой почерк. Если это еще 1850 год читабельно, вот, то это 1762 год. Вот, Зюрейская дорога, копия вот здесь, вот, Национальный архив Республики Татарстан, третья ревизия. Причем тот же самый документ находится в Рогаде. Абсолютно такой же, ну, как бы, там, копия, и тут копия, я не знаю, там, оригинал-то, точка, список этого, да, получается? Можно бы несколько... Да. Так вот, получается, что здесь уже читается с трудом, начитается, в деревне Макаровка, откуда переселись. Единственное, попадалось, вот, под Крымские сутки я работал, вторая ревизия, 1748 год. Один документ, невозможно читать, там путят, ну, нельзя, а второй абсолютно нормальный путят. Вот, вот это вам удар, то, что вы от меня хотели. Вот, сначала скажу, вот, допустим, деревня Лебедевка, дальше деревня Михайловка, деревня Шуберия, почти на Косиновке. Тут идет вот то, что мы говорили про Василия Андреевича Старостина на родной вятке. Он выписал только фамилии, причем с ошибками иногда. А если там нет фамилии, а вы точно знаете, что ваши предки в этой деревне жили, что это значит? У них не было лошадей. Не было лошадей, вот, допустим, в деревне Макаровке, там есть Немкова, у которых нет лошадей, зато после революции они будут возглавлять комитет бедноты. А у них там лошадей-то нет, их списки нет. То есть не надо говорить о том, что там все жители, нет, только те, у кого были лошади. Вот, то есть идут прямо число лошадей, и только глава СМИ по имени и отчеству, никакого возраста здесь не будет. Вот фонд 574. То есть вот один у него там сосунок, а четырех леток, кроме четырех леток, там две лошади, три лошади, тут взрослые лошади. Вот прямо вот здесь вот список лошадей. Она называется лошадиная перепись 1800, конская перепись 1891 года. Вот, так что это лам, из Кирова. Вот это, с причем выходит, что это мне не понадобилось. Вот, я хотел показать именно вот перепись 1897 года. Она тоже здесь прошита, можете подойти так-то, это вот как формата А3, обычная газета, гораздо больше. То есть понятно, что она вот так разворачивается, то есть вот этот лист, он уходит с этой стороны. То есть это не формата А4, а формат А3. Так вот, кроме четырех, здесь вот граф, потом увидите, какие могу в двух словах сказать, тут даже прохожие записаны. То есть вот прохожий, то есть кем записан приходится к издевину семьи. То есть вот тут сын, сын, жена, дочь, прохожий, прохожая. А что же он проходил-то? Вот, да, что же он забыл там, или в гостях. Нет, понимаете, в гостях иногда пишут, это еще ладно, да, прохожий. Оказывается, он плотник был. Он просто пришел там что-то поработать. А почему не работник? А работник это тот, кто живет и работает на него. Типа батрата, да, то есть вот совсем разная. Тут прямо прописано первое фамилии, имя, имя, отчество. Но если это татары или подморты южных, вот прямо уездов, южных властей, там не будут фамилии, серваны, будет. Вот, пол мужской, женский, к тем приходится хозяин, сын, дочь. Внизу есть пожилой уже отец или мать, и особенно, если какие-то есть особенности, вот он глухой, слепой, тоже вписывалось, но уже внизу. И презреваемый, да, презреваемый, то есть были просто нищие, кормили, держали у себя. Вот возраст, из какой прослойки, то есть имеется в виду сословий, государственные крестьялы, удельные, владельческие, удельных-то тогда уже не было, но понятно было, что там из бывших, экономические, конечно, амстырские, то есть можно как-то, и придется всем этим разбираться потихоньку. То есть сословие-то было не просто из крестьян, а крестьяне разные были, там же, где же черносочные и так далее. Но здесь указана основа крестьянина из государственных, или из бывших владельных. У меня по правилу написано, мальчик Иванович проживал у него. Да, вот Юлия, родился ли здесь, вот пункт седьмой, самый интересный, прописан здесь и пункт девятый, где обычно проживает, здесь или нет. Я был свидетелем того, что из Владивостока, у меня знакомый, показал, что там был человек прописан, и здесь, и он из Вятки въехал туда, во Владивосток, и он одновременно был, как вот этот прохожий, тут писан Виноградов, и у себя вот в своей деревне. У меня где-то, прадед дважды писан, в Гавриловке писан, и в Обкинске, где он уже сыном своего. Да, 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 вот дважды, вот, дважды записан, дважды. Вот, и самое интересное, что здесь, да, то есть, вероисповедание, православный, мусульманин, магнитанин, язычник, родной язык. Родной язык, но здесь вот черебицкий, русский, водский язык, не было в Удмуртске, не писали в Татарском языке. Вот дальше, грамотен, или нет, здесь грамотен, где учился, да, где учился, самое интересное, да, было такое, что в Петербургской гимназии учился, там, или было такое, по городу Воткинску. И здесь, кроме того, что вот 14-е, самое интересное, глава, то есть побочное занятие, не просто земледелец хозяин, а еще, например, что он занимается, да, ну, чем-то еще занимается. Рыбак. Да, да, кулевщик, тот мой кулевщик. Кулиска. Кулиска, да, 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 или там швея-белошвейка. Вы чувствуете, вот уже возникает третий человек, да, а внизу еще, вот, тут только НЧЗА, нижний чин запаса, то есть он служил в армии 7 лет, да, и это везде было написано, нижний чин запаса, вот. Вот это вот именно перепись 1897 года. Она сохранилась практически полностью, по Иллорусскому езду, только в двух архивах. У нас копию цигар, частично, вот как я вам копию принес, черно-белые там, оригиналы в Казани и в Кирове, то есть по разным деревням, не знаю, как их так раскидало, в Кирове и в Казани. Вот Киров, губернский город Вятка, а в Казани, потому что это центр Елабуга, находится в Татарстане, Елабужский уезд. Сарапульский уезд и Глазовский, а те, кто из бывшего Малмышского, допустим, приятного к Силтинскому, Винскому, им не повезло, вот тот же Кизнерский район, просто по Малмышскому уезду ничего нет. Все потеряно. Не просто нету. Там Орловский, Налинский уезд, нету ничего, вот, по всей Вятке только есть. В Елабуге частично чуть, в Кировском Аргарке и все. Ничего нету. В Елабужского уезда нету, Елабужского. А вот Глазовского, Сарапульского есть. И Сарапульского уезда даже оцифрована, можно за компьютером смотреть, но еще не совсем полностью оцифрована. А по Глазовскому они еще не думают оцифровать. Вот, короче, да, можно пользоваться интернетом. Я не буду отвлекать время, лучше мы послушаем песни, я буду закручивать еще что-нибудь, может быть какие-то ответные вопросы. Я хочу пригласить, вот, бывает, что собрали такие же раз в месяц в библиотеке Наговицыно, мы там проводим, вот, 17-й, 18-й год проводили, и вот этот, 19-й год, закрываясь на лето, и вот осень, весна, зима, к нам приходят Сергей Николаевич Селивановский, другие люди приходят. Сергей Алексеевич не смог по болезни прийти, когда мы его ждали, но зато вот он на, сын известного историка, который написал книгу «Ижерск», Олег Владимирович его отец был, да, сын пришел, было очень много народу, все слушали, то есть, вот у нас такие встречи проходят в библиотеке Наговицыно на 9 января, то есть Краеведческий клуб, вот такой вот, историк и Краеведческий клуб. Я специально здесь ставлю, можете потом подойти, глянуть вот эти ревизии, потому что у нас ревизии практически в ЦГА нету, кроме священнослужителей, ревизии 50-го года, 9-е, вот это вот, первая всеобщая перепись, вот то, что вот у нас конскую перепись принес, показать. А, еще, вот если вы пришли в архив и сами нашли какую-то запись, и вам хочется для себя оставить документ, раньше это стоило 11 рублей, сейчас стоит рублей 30. Допустим, вот конкретно вот кому выдано, шапочка архивная, и прямо выписка, и потом идет подпись директора, главный специалист и печать, вот, да, и основание реквизита дела, где это есть. Ну, здесь конкретно о том, что архив Митрофанов Марков, 69 лет, умер такого-то числа, от чего умер, значит, натурально. Вот, ну, старость-то еще не старость, 69 лет, но натурально умер, уснул, не проснулся, вот. Вот, кстати, да, 68 лет, прапрадед, я недавно смотрел, тот же фон 301, и от чего умер, от старости 68 лет прапрадед, два раза прапрадед. Да, ну, просто это к тому, что, вот, когда фотографировать можно не всем. Так вот, просто к тому, что вот такая раньше справочка стоила 11 рублей, когда вы с закладочкой подходите, а сейчас около 30, но это дешевле, чем заказывать вот такую копию, которая будет стоить гораздо дороже, например, там, еще что-то. Вот, потому что, смотрите, те же вот копии, да, вот, допустим, вот, видите, идет печать, подпись, прошитый пронумерованный, печать, подпись вот такая, вот, и наши архивы очень так сделают. И вот на каждом листе копия верна, вот. То есть не просто это я взял, распечатал, откуда-то и принес, нет. И тут даже вот на этом деле там тоже есть, что, как визиты Казанского архива, Национальный архив из публики Татарстан, копию и подпись. Почему нельзя всем? Это не к мне вопросам. Ну, что они копировали. Вот я ставлю, можно было посмотреть. Так, ну, последнюю песню, которую я спою, я даже затрудняюсь. Видите, я сегодня пою только то, что так или иначе с активным поиском связано. Я вот, упоминали эту лебедевку, которая мне так нравится в Граковском районе. Помещик Лебедева, ему же принадлежал в Чингинский завод, будущий город Можга. Там всего же Можга и город Можга, между ними десятки верст. И Бимусевский завод ему принадлежал, и вот Лебедевка, и там еще и менее, и Можга, и Казанский, и Пензенский, и еще где-то. Олигарх местный, ну, не только местный, и российский, я думаю, там вот безумно интересно, как он, по артийным же документам, по метрическим книгам, смотришь, когда ревистскую сказку 1795 года, вот Лебедевка, она вторая, вот и первая, 1782 года, когда ревизия, а 1795 год, пятая, и смотришь, откуда прибыли, они все прибыли из села Языково, Межгородский бубернии, это Укаяновский выезд, кстати, Большой Болнино-Пушкинский был Укаяновский уездом, вот. То есть правда, что он привез 25 красивых девок и 25? Ну, на счет красивых девок, где там Лебедевка, тогда Маханька, деревня Пустошь, она же Лебедевка, она Маханька, но они действительно из села Языково, это, кстати, даже материалы и статистика, правда, они пишут из села Языково-Межгородской, то есть, видимо, услышали, да не дослышали, а в ревизии там написано, откуда прибыли, и я нашел села Языково, которая, там написано, что выбыл, значит, там деревню, там, речки, а да, ну, там, на речке Едва, там, в общем, и там же рядом находилась Михайловка, этой деревни теперь нет, имение Зиблицки, Зиблицки на меня очень обиделись, Драховские, они-то считали, что от майора, пленного майора Зиблицкого, у Леона Зиблицкого, поселу Языково, ну, от майора, да, только майор владел Михайловкой вместе со своей женой Пелугеей, а у него крепостные были, да, майор-то помер в 25-м, 1825-м, его похоронили в ограде Мечеряковской церкви, еще деревянные, церковь потом сгорела в 46-м, там построили потом Каменного, деньги, и область к луку за Черного, а Пелугея, это Михайловна Яковлевна, она, там, Яковлевна, она дожила в 47-м году, в 47-м году померла, и это было Михайловка Владимировна, а Сельцо, Сельцо, то есть это из церкви, но с помещей усадьбой, то есть они жили там, и она то ли незадолго до смерти их отпустила на волю, то ли, я не знаю, то ли уже потом, потому что в Бьянских и Губернских ведомствах 48-м я увидел объявление о том, что наследники господин Зимплицкий там, и вот тогда же в Грахове появляются Варион Ефремович Зимплицкий и его папника Ефрем Федоровича, и вот этого Вариона они считают, но я же вижу ревизскую сказку, в которой написано, что предчестен по постановлению в Глянской казенной палаты из дворовых госпожи Зимплицкой. Дворянское произнеждение не случилось. Ну это знаете. Так же, как вот я перебью Сергей Алексеевич. Они не претендовали на дворянское. Сергей Алексеевич Гагарин в свое время, когда полетел в космос, наша, познавь, которая уже эмигрировала давно, есть князей Гагарин, говорит, так вот, это же из нашей Гагарин, вот, а на самом-то деле это был крепостной князей Гагарин, потом просто присвоили фамилию по... Ну да, по хозяину. Да, по фамилии хозяина. Там таких Гагарин их было много. Мне вот безумно сейчас интересно, я даже заказал, заплачу деньги, но мне интересно, Михайловка, где находилась, барская усадьба, потому что она перестала потом. В 48-м, в 49-м уже все эти люди, кто живет в Михайловке, они приезжают к Лебедеву. То есть, как и Лебедевка, то есть, он притянул к себе очень много. Вот. Мне очень нравится речка Адамка в Гракове, а там речка Январка, Январь официально. И я закончу песней, такое посвящение Маргарите Георгию Зимину и ее подруге детства Валентине Александровне Шамаевой, которая живет на Западной Украине, уже в 40-х, вышел замуж туда. Как-то это вот то, с чего мы начали возвращаться, прежние места не возвращаться. Это всегда, конечно, грустно, даже когда ты приходишь сейчас в места детства и видишь, что там все по-другому, все равно это грустно, правда. Но, тем не менее, вспоминаются все эти годы, конечно, безумные такие чувства, совершенно удивительные и благодарности, и какого-то восхищения. Речка Адамка, да речка Январь, да зима не холодно, а летом не жарко. Все же кому-то родные места, и рыболовы сидят в мостах, где за века не меняются до лет, время песочком на дно оседает, или с ладоней архивной трухой, смыто вот этой текучей водой. А речка Январь, да речка Адамка, только на фото осталась Панамка, А то, что было со мной и с тобой, вдруг обернулась в нездешней судьбой. И пусть от Бога любая дорога не отыскать нам родного порога, что же увидишь сквозь лет круговер, глядь, только речка знакома теперь. А речка, как речка, крутой бережочек, где-то тебя вспоминает дружочек, лист на воде, первый лед ноября, где-то подружка припомнит тебя. Здесь за века не меняются дали, а вот людей мы узнаем, едовали, только мерещится мне в простоте, что рыболовы все те же, все те. Здесь за века не меняются дали, ну а людей мы узнаем, едва ли только мерещится мне в простоте, а что рыболовы все те, а что рыболовы все те, а что рыболовы все те. Вот как руки сидят в века на берегах, ну я имею в виду прежде всего на берегу реки времени, и пытаются поймать рыбку, пытаются постичь, в общем-то не столько прошлое, а сколько настоящее. Почему? Потому что на самом деле это не о них, не о прадедах, дедах, прадедах, прадедах, про масках, и любовях, встречах, рождениях, свадьбах, покоронах, стражениях, утратах, обретениях, а это о нас с вами, потому что мы, вот они, мы они, и от этого ощущение никуда не дается.